Более 38 миллионов гривен с городского бюджета будет потрачено на ремонт и обновление дорожного покрытия в Киевском, Малиновском и Суворовском районах, сообщает Украинская служба информации. Работы будет проводить хорошо известное всем ООО «Росдорстрой», которое многие СМИ связывают с нынешним одесским городским головой Геннадием Трухановым и его ближайшим окружением. И снова тендер на ремонт дорожного покрытия, линий связи и электропередач. Причем сразу в трех районах города – Киевском, Малиновском и Суворовском. По информации электронного сайта государственных закупок «Прозора» о своем участии уже привычным образом заявили две компании «Росдорстрой» и «Тирос». По результатам аукциона и торгов выиграла тендер ООО «Росдорстрой». Примечательным фактом стало то, что изначально в каждом из трех лотов фирма «Тирос» указала меньшие суммы. Но после назначения торгов и аукциона почему-то отказалась снижать цену, в то время как «Росдорстрой» старательно корректировал свои цифры, что и позволило ему выиграть все три тендера. Вообще фирма «Тирос» неоднократно участвовала в тендерах, но никогда не выигрывала. Она составляла конкуренцию исключительно в заявленном предложении и не более того. Отметим также, что 27 июня «Росдорстрой» получила госзаказ на текущий ремонт автодороги государственного значения H11 Днепр Николаев за 162 млн 280 тыс грн. Такую информацию передает издание УСИ. Компанию связывают с близким окружением мэра Одессы Геннадием Трухановым, и поэтому никого не удивляет тот факт, что она намного чаще других выигрывает тендеры. Причем сами тендеры проходят довольно сомнительным образом. Так, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины подозревают, что фирма замешана в коррупционных правонарушениях и ведут по этому поводу расследование. Также в Киевском Печерском районном суде рассматривается дело о хищении 185 млн грн, одним из фигурантов которого является компания «Росдорстрой». В Едином Реєстре досудебных решений написано. З метою переведення вказаних коштів у готівку та їх подальшого привласнення в интересах службових осіб «Киевавтодор» та «Киевшляхбуд» Товариство «Росдорстрой» перераховувало кошти на рахунки СПД з ознаками фіктивності за нібито отримані товари, роботи чи послуги, які фактично не поставлялись та не виконувались. А саме, товариство «Ребекс» отримано 64 млн грн, товариство «Скай-Сіті-Буд» отримано 9,3 млн грн, товариство «Маршал-Консалтинг» отримано 32 млн грн, товариство «Носка-Медіа» отримано 72 млн грн. В ході досудового розслідування встановлено, що всі перелічені підприємства за місцями реєстрації не значаться, директори та засновники знаходяться в інших регіонах країни чи на тимчасовом окупованій території. На підприємствах інші працівники відсутні, жодних виробничних потужностей вони не мають тощо. Крім цього, наявні дані вказують на те, що управління рахунками вказаних об'єктів господарядування здійснюється одними тими ж особами, що свідчить про фіктивність проведених оборудок, кінцевою метою яких є мінімізація податкового навантаження та розкрадання бюджетних коштів. Хочеться напомнить, що именно Росдорстрой займався ремонтом моста Кацебу, а також реставрацією ул. Преображенської от ул. Жуковського до ул. Софиевської. В обоих случаях результаты, мягко говоря, неудовлетворительні. І тем не мене, в очередной раз городські деньги, а именно сумма порядка 38 млн грн, буде передана ООО «Росдорстрой» на ремонт дорог в трьох районах города. Денис Шацилов, Телеканал Круг.